Привет, всем здравствуйте! Сегодня прямой эфир с красочками Violet Royce и Electric Sunset. И сегодня я вам покажу еще серию новых шермиконов, которые у нас выходят в преддверии осенне-зимнего периода. Я вам обещала, что декорации они выйдут намного раньше, чем гирлаки, и мы не хотим их выпускать вот так сразу тонной. Вот три шермикона я вам показала на прошлой неделе, сегодня я вам покажу еще четыре шермикона. И как раз я думала, на каком фоне сделать, и взяла яркие краски, потому что все-таки еще август, во многих регионах еще сентябрь будет очень теплый. Вот, поэтому сегодня яркие краски, фиолетовая и ярко-алая. И они, кстати, очень хорошо между собой дружат. Если на той неделе я показывала зеленый и красный, и говорила о том, что все-таки на одном маникюре эти две краски, ну как бы так еще, такой спорный вопрос. То фиолетовые и алые вдвоем обалденно смотрятся. Кстати, у меня ногти, я уже начала делать новый маникюр, мне Юля Донченко уже наращивание сделала, обратили внимание. Да, у меня новый гель для моделирования, вот такой небесно-голубой. И я сегодня дизайн показывала в клубе. И поняла, что 365-й цвет. Юля, ты, кстати, поняла, что один в один совпадает? Это мой новый супер гель, супер фаворит. Представьте, один в один скульптурный гель вышел с этим 365-м цветом. Сейчас, короче, банк мне дадите, я покажу в эфире. Да, и мне не нужен будет цвет, потому что я собиралась же цвет брать как раз голубой из этой коллекции, мой импульс. А потом смотрю, думаю, а зачем? Вот моделирование, прекрасный фон для лепки, у меня будут цветы здесь просто роскошные. Вот, но это увидите уже на следующей неделе. Хотя, может, на этой неделе я хочу сделать 4 пальца для мастер-класса, сниму. А большой палец, или, может, указательный, покажу в эфире. Обязательно в эфире сделаем дизайн на мой новый маникюр. Ладно, поехали. Вот они у нас, новые шермикончики с красочками. Я сегодня работаю вот с такими. Да, кстати, вот, сейчас кто будет спрашивать за новый гель, который у меня на руках. Soft Daisy гель, роскошный оттенок небесно-голубого, который один в один по цвету, как 365-й гель-лак. Поэтому, у кого есть мои импульсы, у вас есть гель-лак номер 365, имейте в виду, что сейчас есть скульптурный гель такого же цвета. Кто, кстати, уже видел, что в продаже появились новые жесткие скульптурные гели, однофазники для моделирования. Кстати, блеск очень классный. Кто работает без опила, моделируете, сушите и снимаете дисперсию, и он роскошно блестит, как будто покрыт финишем. Вот, поэтому новые три оттенка. А дайте мне вторые две, Юля. Нет, ты сиди, что ты терпаешься? Без крышки. Без крышки давай. Да, кто не в курсе, у нас, видите, новые скульптурные гели вышли. Как твини, как твини, да, в пятницу по ним будет эфир, Юля будет моделироваться. Мы еще не решили, какой дизайн с ними показывать, со скульптурными гелями. Вот, ну, скорее всего, что-нибудь аквариумное будет. Вот. Ладно, а сегодня мы с вами делаем дизайн с новыми шермикончиками. Показываю шермикончики. Итак, вашему вниманию представляю шермикон. Аня Аколот, шермикон, кстати, для тебя. Смотри, я называю шермикон для Ани Аколот. Номер 220. Название пока не знаю. Там только номер у меня написан. Смотрите, какие прикольные всякие штуки. Ну, грибы – это отдельная тема в осенне-зимнем периоде. Кто уже видел показы, осень-зима, очень много будет принтов с грибами. Начиная со Стеллы Маккартни и заканчивая… Какого что еще? О, Хаос называется. Смотрите, шермиконный Хаос. В питерских магазинах. В питерских магазинах. В питерских магазинах. Есть вот такие толстопки. В этом сезоне будет просто огнище. Я ее все-таки куплю. Ты тоже? Слушай, мне тоже купи. Я ее куплю прям. Я ее когда увидела, думаю, блин, это наша… Вот, видите, девочки, это… Наша операция, 100%. Да, да. А сейчас я покажу. У нас просто еще слайдеры выходят, грибы. Вот, цветные. И это прям вот один в один с этими тканями, которыми сейчас будут пользоваться не только высокие дома, но и масс-маркет. Это вот сейчас, видите, девчонки уже показывают с грибами толстовку из питерского магазина. Вот. Здесь вот есть следующий шермикон. Смотрите, как раз 219. Тема осени. Такая декоративная, да, уютная осень. Тут кофе, стаканчики, листики со словами. В общем, в такой теме осени. И здесь вот как раз на одном из типсов видно, что у нас еще слайдеры выйдут, грибы. Видите? Сегодня? Ну, на Эмишоп все будет в пятницу. А, ну да. Ну, на Эмишоп все будет в пятницу. Мне подсказывают. В общем. Так. Следующий. Покажите. Покажите. Вот, да, да, да. Вот они, грибы. Вот. Но это все будет в пятницу. Сегодня я ими работать не буду. Я сегодня только с шермиконами работаю. Так. Третий шермикон. Тоже очень интересные вот такие штучки. Здесь звездочки. Звездопад называется. Юлька мне все подсказывает. Аня, слышишь, я говорю, вот шермикон для тебя тут вышел. Смотри, ты такое любишь? Ну, дайте я мне около. Так что, для тебя скажи? Нет. Ну, че ты там за... Не, мне нравится. Я делать такое буду, а себе уже нет. А че ты будешь делать себе? А я вот трешачок сейчас люблю. Покажи свой трешак. Видите, что люди в Питере носят? Капец. Вот это вообще такая... Капец, кошмар. Ладно, я, видать, старая Анька. Прям старею. Ладно. Так, смотрите поближе, как этот шермикончик. Звездопад выглядит. Ну, кстати, классно смотрится, если вот мрамор сделать, какие-нибудь абстракции сделать. Наклеить вот такое. Это 217 это показывает? Да, 217. 217 звездные от пыли. А 200. Вот это звездопад. Видите, с абстракцией хорошо сочетается. Очень хорошо с абстракцией сочетается. Так, и здесь тоже. Следующий номер. 218. Да, всем привет. Тоже классно, видите, с абстракциями. Здесь поэтому и примеры вот такие сделаны. С абстракциями. В общем, и звезды и там, и там. Вот. Они чуть-чуть разные по формату. Вот их, наверное, вместе классно сочетать. Что-то отсюда брать, что-то отсюда. Поэтому здорово делать как раз такие абстрактные варианты дизайна. Так, ладно, поехали. Сейчас мы как раз подготовим фоны. Первый такой простой вариант. Сейчас мы сделаем. Первый простой вариант. Это когда дизайн не на весь ноготь. Так. Какой цвет. Вот у меня больше такой папайя, а здесь такой больше неончик. Хорошо такие дизайны делать, когда они не под кутикулой. Во-первых, клиент дольше ходит. Комфортнее, когда нет у него границы отрастания. Так, суши. Краска очень плотная. При желании, в принципе, можно нанести в один слой. Electric Sunset. Ну, я всегда хвалю краски за то, что они более пастозные, они более экономичные. С точки зрения себестоимости, то, конечно, ими комфортнее работать. Расход очень низкий. Плюс они не растекаются так, как гель-лаки. Ну, есть, конечно, краски более низкой вязкости. Они тоже бывают погуще, пожиже. Но в основном все равно краски гуще, чем гель-лаки. Так, мы сейчас будем первый шермикон как раз вот этот использовать. Номер 217. Здесь как раз есть и слова. Здесь есть как раз вот элементы абстракции. Обратите внимание, видите, элементы фольги. Есть теплое золото, есть холодное золото. В основном здесь элементы как раз с теплым золотом много. Так, теперь берем фиолетовый. Виолет Ройс. Очень классное сочетание. А сейчас таких клиентов очень много, кто даже осенью и зимой носит летнюю яркую неоновую гамму. Хотя вот, например, у нас в этом году будет очень классическая базовая коллекция с базовыми цветами осени и зимы. Но я понимаю, что не все сейчас осенью и зимой носят спокойные такие природные оттенки на ногтях, что многие, что летом, что весной, что осенью и зимой носят только вырви глаз цвета принципиально, потому что одежда сейчас с летними оттенками перекочевала в осенний гардероб. Так, сделали. На второй вариант, сейчас я покажу такое сочетание, у нас есть в стемпинге, сейчас покажу вот такой паттерн с такими крестиками-звездочками, смотрите. Его очень здорово использовать вот так с шермикончиком, тоже со звездочками. Сейчас мы вот эту дорожку из пятышек посадим. А здесь для звездочек очень круто брать вот этот паттерн. Они прям вдвоем дружат очень хорошо. Так. Чтобы работать с шермиконами, как всегда, мы используем Теоклас топ без липкости. в суши. Так, значит, для звездочек предлагаю просто на полноготочка покрыть фиолетовым. Так, фиолетовым. Это как раз сейчас для покрытия я уже использую кисточку плоскую, овал-четверку. Кто-то работает с шестеркой. Сейчас видно, видите, вот вы гель-лак отдельная кисточка, во-первых, не покроете так тонко, что он будет прозрачно лежать, а краска, она поэтому ложится тонко, потому что мы кисть отдельную используем. И ее плотность позволяет как раз это сделать кистью отдельной. Потому что гель-лака плотность не позволяет его покрывать кистью отдельной. Так, и для третьего варианта я предлагаю сделать разводы абстрактные. Так. здесь мы сделаем с вами сначала однотонное покрытие на весь ноготь делаем однотонное покрытие сначала а разводы уже сделаем сверху я сейчас не стремлюсь в однородный слой покрыть хотя вот при том что я максимально тонко наносила краску видно что наложится очень плотно видите яркие цвета они тренде будет еще очень долго просто каждый новый сезон какой-то у нас новый цвет появляется да сейчас к осени зиме появится такой вот он неоновый желтый зеленый но при этом они постоянно все вместе встречаются и в аксессуарах и в обуви и в одежде и в принтах и этого очень много последние пять лет поэтому я так думаю еще минимум три года неоновые цвета они будут очень часто встречаться в моде и в производстве начиная с текстиля и заканчивая не знаю там печатью что даже сейчас оформляя печать на каких-то каталогов книг в оформлении сайта неоновые цвета это тоже один из основных элементов которые как дополнительный цвет идет как фон поэтому неоновые цвета их много не бывает у мастера маникюра сейчас они должны быть много теперь возьмем кисточку верную либо возьмем кисточку для градиента и у тебя есть кисточка для градиентов а вот месяц дончика юля даст даме без разницы какой у меня просто тут совсем новую что ли дашь мне сейчас дадут новую кисточку нужно ждать я видишь мастер маникюра должен возить с собой весь инструмент я конечно забыла его не привезла совсем новая ручечка видите уже нежный розовый так ну здесь я предлагаю как сделать краска развода и не получится делать как вы делают гель-лаком вот так как краска очень пастозно она не течет практически вот поэтому здесь можно сделать таким примитивным способом когда вы просто макайте кисть в один цвет потом в другой таким способом потом мы просто добавим прорисовочку вот это пока просто подмалевок все подготовили дальше здесь где будет у нас стемпинг эти мы используем ты класс снова видите так вас достаточно популярный топ у нас для дизайна его очень часто для дизайна используем потому что он такой каучуковый резиновый за счет этого более или менее универсально потому что топы без липкости не все для дизайна подходят так здесь тоже перекрываем ты классом здесь тоже наверное добавим немножко стемпинга эти снова теклас для стемпинга сушу одну минуту если для шармиконов то две минуты так что здесь прикольные вот эти пятна на этом шармиконе очень тщательно нужно разровнять шармикончик прям вот 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 прям чтобы вообще ничего можно еще знаете брать силиконовые такие кисточки не тоже очень удобно распределять так и например какие-нибудь словечки добавить десятьку с каким-то таким непонятным асимметричным овалом из золота слова ну так вот все ну здесь больше ничего не нужно покрывайте либо матовым либо глянцевым топом все покрываем чуть-чуть выравниваем поверхность здесь на типсах мы добавляем стемпинг ну например если брать вот этот шармикон у нас есть паттерн сетка и вот кто любит такие на грани дизайны где называют такие дизайны носят молодежь в питере в санкт-петербурге вот это молодые девчонки неформальные и ты называю там молодые тиктокеры и немолодые и вот сетка она очень хорошо как фоновый дизайн как элемент даже фона идет вот таким шармиконом вот есть она поменьше есть покрупнее нам здесь для такого цвета фиолетовый оранжевый лучше взять черный лак для стемпинга номер два так сейчас я почищу напоминаю кстати что у нас новый только он розового цвета пришел штампик обязательно приобретите потому что штампиков много не бывает кто увлекается стемпингом вы знаете что хорошие штампики они попадаются очень редко вот этот штампик один из таких и мы делаем не на весь ноготь на кусочками мне нравится когда вот по бокам делаем сеточку и сюда как раз теперь классно вот этот номер использовать номер 220 это можно было бы кстати белую базу смотрите эти белая база молочная хорошо с фиолетовым тоже мы сегодня не будем так скажите что за пластина пластина эми смотрите это пластина эми до пластины которые выходили у нас весной коллекция пластин называется на паттерны вот сейчас у нас в августе выходят снова новые пластины осенние тоже будет очень прикольные интересные вот ну на эми шут по моему есть все не ошибаюсь вот паттерны есть еще что в наличие краски для стемпинга у меня тоже эми так ну здесь кайф нам нужно просто разбросать какие есть варианты грибы обязательно грибы это прям тема сейчас шермикона грибы вышли графические слайдерах грибы у нас вышли цветные вот ну это это будет очень актуально для маникюра для ногтей поэтому обязательно обратите на это внимание все и снова перекрываем ты класс ну точно такой же вариант сделайте обязательно еще с молочной базой на ярком фоне краски видно так и последний вариант так это тоже у нас уже готов так а здесь стемпинг я беру также пластину паттерн и здесь есть такие вот как маленькие крестики и звездочки они как раз со звездами вот с этого шермикона очень хорошо дружат так белый нам нужно будет белый белый то 01 вот и теперь я сейчас шермикона сюда еще звездочки добавлю будет очень классно то есть кусочек лака убираем дайте мне кто-нибудь влажный сейчас я испачкалась девочки секундочку так снова берем шермикон из новой коллекции осень зима и есть теперь прикольно и звездочки ой сейчас секунду все здесь можно по границе тоже чинить вот чтоб не париться граница ровная неровная можно так завуалировать словами мелкими вот в этом шермиконе очень тонкими мелкие слова даже на очень маленькие ногти будет хорошо смотреться все и финиш все сейчас могу ответить на ваши вопросы так еще раз работали сегодня двумя красками это electric sunset такая яркая оранжевая и violet rose то яркий фиолетовый шермикона у нас сегодня новые были вот такие неформальные в этом сезоне не пугайтесь неформальных будет мало шермикона это номер 220 вот у нас один такой вышел дальше такие более классические шермиконы вот абстрактные пятна звездочки слова сейчас мы им работали постоянно он такой достаточно базовый просто для этого нужно делать фоны не однотонные а что-нибудь вот с элементами абстракции не под кутикульные варианты дизайна даже вот элементарно мрамор делайте с мрамором будет очень интересно смотреться то же самое вот с этим шермиконом они с этим очень похожи их вот хорошо впарит брать чтобы часть ногтей например были с пятнами заполненными а часть ногтей например были с контурными пятнами звезды здесь чуть покрупнее видите хорошо на мраморе звезды смотрятся номер 218 и вот такой тоже классический базовый вариант такая теплая осень здесь и листики и кофе и квадратики сердечки с очень интересными надписями так вопросы где мои тут любимые я сейчас кстати дизайн себе начну делать сейчас буду дизайн делать у меня опять лепка будет сегодня на руках так пишем вопросы я понимаю что в эфире в инстаграм сейчас очень сложно вести диалог так в конце покрываем топом с липким слоем ну вообще в идеале топ с липким слоем но я использую teclas это топ без липкости если у клиента идет очень активная работа нагрузка на свободный край возможно ему teclas не очень подойдет там лучше брать да действительно топы без вернее топы с липкостью либо брать ультрашайн у меня фильтр дурацкий глазами эти огромные делают давайте без фильтра фильтр надо отключить о теперь на человек похож на себя так поэтому в конце я перекрывала teclas вот у нас есть топ с липкостью мы ему редко работаем почему работаем редко в эфире потому что его обезжиривать надо очень много лишних телодвижений и как правило в эфире вы например этот топ не увидите хотя на самом деле он достаточно популярный этот топ так давайте жду еще раз вопросы хотя как говорю блин сейчас в инстаграм диалог нереально вести нереально девочки у нас скульптурные гели вот такие 15 грамм только вышли правильно про гели если будут еще вопросы потом уже после просмотра эфира сразу они идут по 15 грамм они как твини продаются из этой же серии та же формула и базис тот же на основе именно базы твини намешивались да ну это как на основе на основе твини поэтому кто работал с цветными жесткими твини в банках это точно такой же продукт только без блесток и как раз вот вышел вот такой небесно-голубой розовый и сиреневый причем это однофазные очень прикольно потому что не нужно дополнительно финишем перекрывать если вы работаете в системе моделирования без опила и вам нужен очень быстрый вид коррекции либо наращивания шермикона уже есть в продаже вопрос смотрите на эми шоп декорации которые сегодня показала на прошлой неделе они появятся в пятницу в пятницу уже будет на эми шоп гели есть на эми шоп уже вот сейчас показывают 15 грамм 1200 вот уже три цвета гелий есть шермиконы будут в пятницу да и на элдресс вот грибы что вам рассказывала что грибы это прям тема будет я тоже из слайдеров наверное первое что себе приклею я буду в грибах ходить вы можете показать если хотите которые выходят а я показала грибы нет тут их выходит 4 1 2 3 4 и скорее всего это надо будет эфир проводить все равно да вот твини моя любовь да я тоже очень люблю предыдущую серию твини в этот раз решили выпустить без блесток так ну я думаю что на этом тогда эфир мы подведем вопросы у вас еще остались все остальные вопросы пишите в комментариях вот обязательно ставьте лайки пишите комментарии чтобы хоть как-то поддержать эфиры здесь в инстаграм потому что очень низкий охват из-за того что сейчас большая часть не хотят пользоваться випенами если еще stories вы просматриваете то прямых эфирах люди участвуют очень слабо вот поэтому чтобы был стимул выходить в прямой эфир обязательно напишите что-нибудь хорошее либо хотя бы просто задайте вопрос я обязательно там отвечу Катерина очень хорошо выглядите спасибо девочки у нас фотка о боже так верните пожалуйста самый лучший белый лотос новый очень жидкая но качество не то и качество что было раньше хорошо смотри пришли мне в директ фотографию с датой выпуска на обратной стороне вот этого белого лотоса потому что мне нужно знать номер партии вот чтобы сравнить а то прям интересно потому что по идее мы формулу не меняли у нас белый лотос как был он так и остался неизменный вот ну все всем пока 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 Продолжение следует...